алё алё 1 миллион 2 миллиона 3 миллиона 4 миллиона 5 миллионов проверка связи как меня слышно начинается прямой эфир для организации светлана висиной она сегодня будет модератором она будет уй как вас наставник очень хорошо ребята значит давайте я вам представлюсь кто сегодня будет ведущим вот сегодня будет ведущей нашей сегодняшней встречи светланы олег лисины своей основной помощи своей самой любимой доченькой машей вот они преобработают все втроем вообще вот видите как они все радостные счастливы вообще а они будут смеются представляет вот то что это на самом деле уникальная пара вообще чуваши у нас самый бедный район там нет промышленности там нет производства ничего нету вот но там есть светлана олег лисины эдуард васильев которые сделали основной товароборот татарстана это сделали именно по чувашии там где у людей денег нет там где у людей возможности нету одно они настолько сильные собранные что они сделаны основной товароборот всего татарстана именно по чувашии и статусе и боксары чубоксары это вообще не промышленный город чубоксары это купеческий старинный российский купеческий город да на берегу волги на берегу реки волги да так что вот вот честь имею вам представиться таких вот наших сильных сильных лидеров которые сделали погоду в татарстане сделали погоду в россии которые на сами выращивают очень сильных лидеров вот в общем слушаю вас ребята давайте задавайте вопросы любой вопрос то что сейчас происходит очень волнительно потому что действительно мы даже вчера когда вчера позавчера общались с командами сказали что собрать вот всех людей да вот никакой зал не не поместит всех желающих кто хочет пообщаться с вами владимир поэтому то что сегодня такая возможность я хочу заранее уже сказать вдруг там время эфира будет очень оно будет ограничено что вы нашли время пообщаться с нашей командой действительно наша команда очень большая то есть а вот сегодня присутствует чему еще этот дневной эфир присутствует дальний восток да то есть это у нас есть такой поселок белые камни вообще камчатка белые камни и самая западная точка это черняховск это пограничный город калининградской области то есть мы разбросаны по всей россии и то что сегодня есть такая огромная возможность общаться с нашим мудрым наставником который повлиял на огромное количество на жизнь огромное количество людей и владимир то что вы сегодня сейчас вот так вот в эту по кстати по поводу погоды друзья вот мы сегодня даже созванивались с владимиром сегодня погода вот точь-точь как 3 ноября 98 года когда танила с володей приехали на машине с голой резиной летней резиной представляете такую погоду мы только-только получили машину она была совершенно новая volvo с70 до брендированная надпись арифлей вот и на самом деле как бы это была наша большая первая поездка одна из первых поездок в чебоксары сразу поехали к светлане олегу лисиным вот ну по дороге потому что нас броня есть такой бронислав храпкин у нас такой тоже сильный лидер в обманщик страшное дело он сказал что орск орск находится по дороге в чебоксары рядышком но еще в том же самом направлении то есть прям по дороге поедете в этот самый чебоксары орск там екатеринбург как раз по дороге заедете вот но мы тогда еще географии плохо знали еще мало путешествовали поэтому согласились вот но потом были очень удивлены когда нам пришлось чтобы поехать в орске надо было доехать в чебоксар потом вернуться опять в москву и после этого начать опять путешествие в орск вот это да но это была легендарная встреча которая повлияла то есть на нас и на наше мировоззрение владимир ваши шикарные тогда костюмы дорогущий галстук тогда то есть это для меня мужчина то есть косметическом бизнесе в орехлейм и в таком шикарном костюме галстуком да нет наверное это я на что-то неправильно что-то у меня информация вообще про орехлейм если такие мужчины в этом бизнесе ну что мы надо начнем владимир вопросов очень много много вопросов и много вопросов про наставничество да смотрите наставник кого можно считать вообще в жизни наставником кто тот человек который сказать вот он наставник он учитель кто кто это может быть человек потому что люди очень часто вот наставник наставник это очень интересное слово это очень интересное понятие потому что на самом деле если к интересной фразы что когда вы начинаете новый дела желат поймут у руковод teen semua когда выбираете руководитель желать что был не советник а наставник советника чушьи который дает советы он думаешь на ан 목ео так где-то ca warsいう где чуть слышал он думаешь он делать так вот наставник acciare который уже сделал то что только собираешься делать и теперь тебе рассказывать это должен делать вот и поэтому на самом деле все все искусство во все времена всегда передавалось наставничеством гончарное искусство вышивание кибана наставники были наставники то есть человек себя выбирал наставником человека на которого он хотел бы быть похож вот причем я сейчас вот на сами вот это уже я часто говорю что на сами как только у вас появляются деньги появляются тысячи диктор узнает что с вашими делами это точно и они вас за ваши деньги готовы учить чему угодно даже тому чем сами не разбираются вот причем тут получается очень интересная вещь что очень часто люди просто начинается зарабатывать деньги просто пересказывать уже книг даже умных книг вот в чем опасность таких людей что они даже когда рассказывают вам какую-то умную книгу чью-то чужую да то они рассказывают по своему уму теоретики теоретики но даже не в том дело что теоретики дело то что просто как раз на самом деле я разговаривал с василий кравцовым вот и он мне говорит владимир ты должен красиво одеваться я говорю не хочу красиво одеваться я офицера я люблю работать в камуфляже не хочу сил не хочу ли он не имеешь права ты лидер на тебя люди смотрят я не хочу я быть и лидером мы там тебя уже не спрашивают палат жанс упал от жанса поделаться я ему привел такой пример что насилий ну чё ты не говоришь про красивую одежду потому что я например знаю что кабан встречает падежки провожает по уму я смогу выйти на сцену в трусах и в кедах да народ будет смеяться через 15 минут все за карандаши схватиться даже не бывает вопроса бывает глупые ответы вот и я так начну отвечать что все потому что встречает падежки провожает по моему да и получается очень часто что человек как бы пересказывает даже правильную книгу но не будучи в теме не будучи не пощупав не потрогав не побывал он понимает по своему уму совсем по другому понимает начинает рассказывать как это надо понимать совсем не так как что имел ввиду автор потому что на самом деле очень нравится книжка вчера тоже не и ссылался книга для героев владимир тарасов очень интересный автор еще раз название владимир название книга для героев владимир тарас вот он там начинает и очень интересно он говорит книга не для всех книга для героев для тех людей которые хотят изменить себя и весь мир и как им кажется хотят это сделать бескорыстно как это и народ очень да то есть там и начало такая вот прям такой цеплялка вот и кончает заканчивает у нее очень хорошо он говорит что я с вами прощаюсь может быть надолго у этой книги будут последовать особенность числа моих учеников они вам будут рассказывать про эту книгу не верьте им они будут рассказывать про другую книгу нет слов нет слов если вам понравится то что они будут рассказывать верьте им если вам не понравится не верьте им перечитайте сами отлично владимир вот вопрос поэтому на самом деле когда вы выбираете наставником то первую очередь надо учиться и брать себе изобразец состоявшегося человека не который красиво говорит не который бла 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 а к состоявшегося специалиста который что-то уже из себя представляет который делится личным опытом который то что он сам пережил то что он сам знает вадим воловик да это шикарнейший тренер шикарнейший тренер согласно но он специалист не сетевого маркетинга специалисты на психологию доктор психологии профессор психологии я даже один раз обозвал академиком психологии это правда поэтому когда вы к нему идете учиться то надо четко понимать чему собираетесь учиться у этого тренера то есть если вы идете к нему учиться сетевого маркетинга то не по адресу если вы учитесь туда идти учиться конфликтологии общению с детьми общению с семьей командно образованию лидерству планированию ребят вот лучшего тренера лучшего наставника полностью согласно да мы тоже с ним дружим согласно владимир спасибо спасибо очень очень кстати все вот такой вопрос много говорят мышление да то есть мышление богатого человека и мышление бедного человека в чем отличие вот по вашему мнению мышление богатого и бедного человека основное отличие человека который обречен быть бедными и человек который обречен быть богатым заключается в том что бедный человек говорит я никогда не буду богатым обречённо обречённо я никогда не буду богатым, богатый человек, я никогда не буду бедным. Вот с этого все начинается. То есть, сам подход, сами мысли, саму настроить. То есть, понимаете, когда человек говорит, я никогда не буду богатым, все, он уже запрограммировал свою жизнь, он сделал самопророчество. И смирился. Самопророчество сделал. Почему? Потому что он уже заранее отмел все возможности, отмел вообще рассматривать все варианты, которые подворачиваются. То есть, это сознательный выбор быть бедным. Человек, который говорит, я никогда не буду бедным, просто с этой самой постановки мыслей, я никогда не буду бедным, он открыт для информации, он ловит пролетающие возможности. Почему? Он знает, что он хочет. Как правило, понимаете, люди, которые добиваются успеха, они добиваются успеха запланированно. они не просто так, не случайно, нету случайно богатых людей. Есть люди, которые на самом деле готовятся к успеху. Классно. Да. Причем готовиться надо не только вот ментально, надо еще и информационно. Ведь на самом деле в свое время один из лидеров сказал так, ну, не лидер, просто автор очень интересный, Дагвит, он сказал, что, говорит, Том Шрайтер, вторил эту мысль, что рынок, он недобрый и злой. Рынок. Да. Он недобрый и злой. Он ничего не делает на зло нам. Просто каждому человеку выплачивается та зарплата, тот доход, который соответствует его пользе, которую он приносит на этот рынок. Соответствует его пользе? Да. Доход человека соответствует той пользе, которую он приносит на этот рынок. Супер. Вот. И поэтому, чтобы быть полезным рынку, надо на самом деле много знать, много учиться, много читать, много семинаров посещать, общаться с успешными людьми, пытаться понять, как же они думают. Потому что кризис для всех одинаковый. Для всех одинаковый. Но почему-то разные люди делают разные результаты во время кризиса. Просто кто-то собирается и начинает работать. Кто-то просто опускает руки и идет на дно. Вот. Потому что на самом деле, на самом деле... Вот говорят, да, вот я сейчас начинаю, сейчас с людьми, Светлана, сейчас не время, а ты что, на дворе кризис? Делают, делают. Давайте в бизнес, ребят, сейчас такие возможности. Не время, сейчас не время, да? То есть, вот как вы говорите, вот они себе уже нарисовали. Я вчера просто приводил этот пример, что в Америке один итальянец во время великой экономической депрессии стал миллионером. Причем все разорялись, а он стал миллионером. И к нему пришли корреспонденты одного очень большого издательства и говорят, расскажите, пожалуйста, с вами, поделитесь опытом, как вы стали во время кризиса миллионером. Все разоряются, денег нет, предприятия лопаются, люди банкротятся, а вы, говорят, стали миллионером. Он говорит, ну, честно говоря, мне даже неудобно говорить, почему. Он говорит, ну, как же, это же будет очень полезно очень многим людям, там, поделитесь, пожалуйста. Он говорит, не могу, очень неудобно мне говорить, почему. Он говорит, ну, это же, понимаете, вот, большому количеству людей итальянец я не знал английского языка я не читал газеты и слушал радио я не знал что в стране кризис я просто работал как вот работал бы всегда как работал в то время люди опустили руки я не знал что крестья просто работал как всегда потому что что такое кризис это встал с дивана потом подумал сегодня кризис и опять сел результате не встал не пошел не сделал здорово владимир супер классно новые состояния все новые состояния всегда делались закладывались во время кризиса да вот мы мы с олегом вот пример владимир вы к нам приехали во время дефолта 98 года 3 ноября и с этого началось наше восхождение то есть вы нам настолько поменяли курс ракурс да я была настолько уверена когда шла к людям с вашим посылом да люди говорят раз я не закрылся это такая уверенность каталогом шла и как раз я не ушел с россии да как цептор там как гербалайф там да как визион нет нет мы есть и в общем то тогда все началось свечка ты знаешь ты совершенно права потому что я знаю просто слова одному лидера который сказал что время кризиса просто стал работать больше вот в результате он на самом очень быстро вошел топ-15 мира потому что он вот я обращался к людям и оказалось очень много брошенных людей то есть люди которые уже уже пользовались арифлейм которые уже обслуживали с консультантами но консультанты приняли решение что сейчас нет денег не время не время и он будет у меня все кончено где вы ходите и я очень много чужих клиентов подобрал илья перфильев он просто со сцены это говорил не один раз просто во время кризиса очень много людей брошенных подобрал супер супер вот вопрос такой владимир как повысить как повысить веру себя и себя и где найти силы когда в доме не поддерживают когда семья не поддерживает нет поддержки близких начать но тут несколько рекомендаций может быть во первых это значит просто продолжать ну мне просто очень ярко так вот татьяна татьяна кузик она когда писала свое первое интервью она написала так что когда я узнал про возможность этого бизнеса я пошла к самым близким к родным друзьям к родственникам они мне все отказали я пошла к незнакомым людям и когда я уже добилась больших результатов то они вдруг все присоединились ко мне они все начали спрашивать так чем ты занимаешься что несколько раз в год ездишь за границу чем что занимает что-то в наше время пил себе дом чем же ты занимаешься что наше время ты ездишь на шикарной машине и они все все равно придут к вам просто дайте время это как бы первое второе значит если ваши родные сомневаются сопротивляются то они сопротивляются не не назло вам они сопротивляются просто потому что они не знают этого бизнеса не все время говорят так что вот вечно ты куда-то лезешь на ступень то фарфов навоз да вот опять тебя как какую-то секту заманяли вот почему они это говорят нужно от непонимания но самое интересное что вас они слушать не будут не вас слишком давно знают не уже давно поставили вас на определенную полку интерпелили определенные работы вот поэтому в этом бизнесе есть такая рекомендация первой встречи для своей семьи для людей которые сомневаются для ваших знакомых друзей горячего рынка надо проводить в паре со своим спонсором почему потому что когда вы пришли к своим друзьям то вы друг знаете вы возможно вы там выяснить посмеяться там пошутить на можно сказать сам сослаться что мне надо борщ готовить белье надо стирать у меня за ребенку уроки делать вот вообще чего дурака валяем давай лучше пирка попьем знаете но если вы пришли со своим спонсором то человек не знает кто такой для вас человек второй спонсор может быть это ваш начальник в результате он не будет шутить он не будет смеяться он не будет там ссылаться на борщ на пироги на белье стирать вот в результате он что-то выслушать результат чуть поймет то есть если вы не аргумент для своего спутника жизни да то этим аргументом этим специалистом то есть чужой человек всегда эксперт то есть если вы пришли своим спонсором если вы натравили вашего спонсора на вашего мужа например да ну да 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 потому что по большому счету я когда вот рекомендую первые шаги делать в этом бизнесе я рекомендую всех своих знакомых натравите на меня нас вашего спонсора пусть они мне задают вопросы пусть они меня там пытаются подколоть там что-то самое найти какие-то слабости а я-то уже в этом но в этом бизнесе это все знаю а выиграть просто слушая как я отвечаю на их вопрос на их подполы на их сам просто вы чему-то учитесь каждый раз чем сложнее встреча тем более на обучабельная классно если встреча прошла все согласны все если человек возразил и вы ему что-то сказали ответить то в результате выиграли оба тот узнал что новое вы потренировались вот потому что на самом деле это очень многих людей и почему-то все они почему-то ожидают стопроцентного выхода что вот я сейчас встречусь с людьми сейчас все начнут все начнут работать и все заработают и я в том числе вот а на самом деле на самом деле ребята это не совсем так ну что такое почему и литвы не идут а если ты приглашал людей золото добывать все бы пошли классно классно золото добывать да и во первых во вторых это самое на самом деле еще не факт что нам все нужны на самом деле понимаете вот я вот поговорил нас 15 человек все отказать они нужны тебе раз они отказались ну вот они вот от меня отвернулись они вот меня не хотят сейчас отца мысли смеются надо мной потому что я занялся в пирамиду в лес сетевой маркетинг вот я бы поверил повелся я бы ну значу это хороших характеристик твоих друзей они на самом деле твои друзья или ты их считаешь таковыми вот вот те проверка на на вшивость ты просто предложил они что сделали шаг вперед и поставили плечо или они здесь делали шаг в сторону ты проверь просто кто твои друзья как как часто владимир в точку как часто бывает да что вот начинаете работать я понимаю как они реально ко мне относились да то есть ни один не пошел да еще и высвел то есть и многие говорят что я очень сильно как изменил свое окружение отношение к окружении когда поняла реально ко мне люди относятся абсолютно тоже хорошо когда все хорошо где проверяются люди бою что такое боев вот в мирной жизни это работа это вот поле испытания поле испытания и на самом деле в этой ситуации все люди поступят двумя способами это очень часто говорю что все люди делятся на две категории то есть первая категория это люди которые делают пол шага вперед больше не надо всего пол шага вперед и подставить плечо и вторая категория людей которые сделают пол шага в сторону и будет смотреть что получится вот здорово большому счету нам все не нужны нам нужна именно команда люди которые будут и на вышли которые подставят плечо которое можно идти в бой разведку нам всем они там всем они нужны причем очень часто даже на кого мы не думаем на кого ты не думаешь абсолютно не дать начинать строишь огромный план он никакой на человек приглашаешь просто так до кучи он так взрывается что на тебя обгоняем вот причем ребят знаете вот я сейчас не с некоторым временем где-то с полгода уже веду инстаграм вот и там я печатаю главы из своей будущей книги вот и там на многие такие вот вопросы там уже есть ответы причем меня немножко так травмируют что каждый пост когда я писал я писал кровью я писал его я думал я сочинял я мучил через себя вы прописали через себя вот имена сами немножко травмирует почему люди смотрят только последние посты почему не заглядывать в истории потому что там же каждый пост он посвящен какой-то теме там есть согласно согласно в каждом посте где можно напиться это отдельная тема берите просто ручку и вот тупо вот эти моменты самые вот эти прям вот выписывать это лидерство нигде я когда я сейчас приглашала лидерство нигде не учат нигде у меня есть знакомая на юрфаке да то есть преподает я скажу то есть в каком возе то есть на каком факультете преподают лидерство она так сделала паузу светлана нигде нет такой дисциплины святачья я с тобой полностью согласен потому что на самом деле все системы учения в мире готовят специалистов химиков физиков врачей учителей то есть готовят специалистов и ни одна система обучения не готовит лидерство не готовит лидеров потому что на самом деле под любую идею под любую идею можно создать классную команду специалистов но вопрос в том что современном мире дефицит людей которые генерируют идеи генерируют идеи да лидеров не так много какой процент лидерство как вы считаете владимир вы огромное количество людей вырастили какой процент вот скажем взять вот например группу людей сколько процентов и как выявить вообще лидера свечка ты знаешь я бы не сказал что есть какой-то процент потому что любой человек любой человек в душе лидер если вы не верите то просто посмотрите как вот любой пяти-шестилетний ребенок разговаривает с собакой сидеть стоять к ноге лежать эти то есть это лидерские позиции то есть управлять окружающим миром но потом это куда-то девается почему да потому что 98 процентов слов которые слышат ребенок нельзя нет нельзя если вы будете ребенку говорит да можно пробуй ошибаюсь помните какая-то самая мама волнуется там мальчик сыночки не суй пальцы в розетку не суй пальцы в розетку папа и смотрят пускай сунет тот сунул его так тряханул но больше не будешь совать самый популярный вопрос который чаще всего звучал мужчина в косметическом бизнесе вот но я же мужчина то есть а тут косметика ну как я бы может и пошел бы я может и начал нужно что как вот ребят понимаете в чем дело дело в том что на самом деле вот один из моих постов как раз посвящен этому вопросу что на самом деле я не знаю одного бизнеса который делился по половому признаку бизнес он и есть бизнес он способ зарабатывать деньги вот причем то что женский товар ну во первых не женский там куча позиции для детей лучше позиции для мужчин вот просто что мне в рекламе нравится это нужный товар раскручена я могу просто привести пример что вот еще в советское время когда мы только начали самым думать о бизнесе как еще дарь и флэй макрико у меня был один знакомый армянин который меня научил этому бизнесу вообще классно в общем это научить их хочу армянин умеет работать вот он дал я просто заниматься сигаретами просто привозил сигареты расставлял по киоскам там вот он говорит че-то мелочевка занимаешься какой мелочевка 3-4 конца делаю ну я живу москву поездки дешевки обоставляю их там 4 5 6 цен больше могут да все это мелочевка потому что во-первых надо заниматься всегда оптом это выгоднее приехал приехал привез ящик сдал его все и голова и голова не падает вот а во вторых говорит какого хрена ты выбрал сигареты я говорю ну потому что ходовой товаром я тебе даю такую рекомендацию чтобы чем бы ты не занимался чем бы ты вообще в жизни не выбрал заниматься смотри женскими вещами это беспроигрышно сейчас я просто пример приведу стою как-то раз на рынке продаю обувь крепкие мужские ботинки недорогие и супер красивые супер вычурную супер дорогие женские сапоги супер красивый супер дорогие вот подходит семейная пара муж женой он в старых разбитых ботинка и причем такой степень что следы по снегу отпечатывается она новых сапогах выдачи трех раз что не купит чем бы тебя судьба не запросил заниматься занимаетесь женским товаром это беспроигрышно вот и и и на самом деле я просто как бы вот во время кризиса 98 года я просто это очень наглядно увидел был момент на цели когда офицерам шесть месяцев не платили зарплату вот люди жили на одну буханку хлеба в день я просто много таких семей знал вот ну я не видел по всему городку ни одной женщины чтобы не голова была не помыта глаза не подведены ему были подкрашены где они брали деньги они сами не знают по полгода не было зарплаты да но это время ну вообще это просто это товар который нужно людям товар который востребован который маленькие упаковки маленькая цена маленькие упаковки очень быстро кончается очень хорошо для бизнеса причем люди любят получать подарки ну купить себе холодильник или телевизор они не каждый может каждый день купить себе помаду тушь помаду пудру румяна это каждый раз праздник это каждый раз праздник поэтому на самом деле в этом бизнесе мы просто бизнесе мы ищем красоту людям причем на самом деле деньги можно зарабатывать по разному можно там на спиртном на курене то наркотиков на оружие можно мы делаем бизнес на красоте потому что знаете вот мне очень понравилось когда эрик с альбинкой заработали день на первую машину то они сильно машину фальсваген вот и поехали позвать своим знакомым значит это самое по своим знакомым поехали ну хвалиться машину купили вот приходить к нам бизнес ну так вот и когда приехали к своему дяде а дядя прошел войну и служил мулой в селе вот в машине приехали к нему всего он зашел к машине прошел к переку вот через окошко взял его за ухо вытащил из машины провел дом посадил перед собой ну внучек рассказывай на какие шиши вражескую машину немецкая он воевал с немцами всю жизнь на шиши вражескую машину купил а он был лада вот и когда ерикому рассказала он дедушка подумал подумал богоугодное дело благословляю этот бизнес для меня это очень важно благословляю этот бизнес благоугодное дело делать людей красивыми могу с брысом как-то рассказывал чтобы дарить на его он занимался пивом это очень хороший бизнес сейчас я очень гордый а здесь сейчас очень гордый за свой бизнес потому что люди красивее становятся а сами чем-то нас служили перед богом чтобы делать бизнес супер знаете это как в книге да то есть миллионер за минуту да если кто-то еще выигрывает если вселенного и когда того что вы занимаетесь чем-то конкретном то есть четыре на вам будет помогать супер просветленные миллионеры да супер вопрос такой актуальный да я думаю сейчас многие сейчас нас смотрят с этим вопросом тоже как раз то что нужно как старичку вот кто уже давно уже давно уже в бизнесе как пригласить своих знакомых потому что они уже знают они знают что я не директор ну и что у чек я так поняла по и суде по вопросу то есть какой-то там то есть тараканы что типа они же знают что я я тебя машина где твой миллион да и чё и где там и что сейчас скажу сейчас что отвечу значит смотри получается очень интересная вещь дело то что на самом деле приходит приходит в этот бизнес то тут есть несколько ступеней уверенности в этом бизнесе первая степень уверенности это результат вашего спонсора вот то есть на самом деле там получается такая ситуация что очень часто люди когда их приглашаете то в это что-то сам заработал ну чё ему сказать правду что 15 долларов и расплакаться умереть как в этой ситуации будет очень часто сам то что заработал вот поэтому как бы первая степень уверенность в этом бизнесе уверенность в результатах своего спонсора да я только начал бизнес я работаю с людьми которые сделали вот это вот я сейчас у них про кого прохожу обучение предлагаете вместе со мной проходить обучение в этих людей вот ну а причем они знают и говорят так что сначала обучистую сначала он добились результата потом я с тобой подключусь вот что получается результать когда вы потом добьются результат как мы приходить а у войны я так и знал что у тебя получитсяni sì у тебя получится вот и поэтому на сами где ну первая степень первой категории ты вот Да, я еще не все знаю, да, я еще не все умею, да, я еще не зарабатываю много денег, но я работаю с людьми, которые сделают вот это. Вот, это первая категория. Потом, ну сколько можно верить в результаты со-спонсорам? Вот, вторая категория, вторая ступенька уже уверенности в этом бизнесе, это результаты людей, которые пришли после тебя или вместе с тобой и добились уже каких-то больших результатов. Потому что на самом деле, вот, мне просто понравился один пример, что, говорит, я один раз был на мероприятии какой-то компании, это, по-моему, ярмарно написали, ваш первый год сетевого маркетинга, я пришел на какое-то мероприятие большой компании, вдруг увидел на сцене соседку, свою соседку увидел на сцене. Ну, а у нее, говорит, это самое, всего два зуба во рту. Я ее знаю давно, они говорят, соседи, все остальные она выбила бы немножко в бутылке, говорит. Вот. И когда она вышла на сцену и сказала, что она директор, про нее сказали, что она директор, у меня, говорит, в голове все перевернулось, говорит, ну я-то точно не хуже ее. Если, говорит, вот это вот с двумя зубами, говорит, сумела стать директором, неужели я не смогу? И он такой прям вывод делает, что я вам всем желаю встретить свою соседку с двумя зубами, чтобы у вас просто жаба за двумя. Супер, супер. И чтобы вы поняли, что вы ничуть не хуже тех людей, которые выходят на сцену и которые добиваются больших результатов. Да, согласна, согласна. А, ну и третья степень, третья категория уверенности, это когда у вас уже личная зарплата идет, когда у вас уже это, вы видите результаты своей работы, и когда вы знаете, что для того, чтобы зарабатывать больше, надо просто повторить то же самое, что вы уже сделали. Вот. И тут у вас уже никто не сможет убедить, что это бизнес не работает. Это не категория. Да. Надо пройти все. Да, да, все стадии нужно пройти. Надо еще раз, как бы, уверенность дает вначале спонсор, да, в первой стадии, да, в второе, то есть... Результаты людей, которые пришли вместе с тобой или после тебя, уже вышли на результаты, вдруг они поехали на Пальму до Майорка, а ты пришел раньше их и до сих пор сидишь в школу. Есть такой анекдот просто, что как-то раз разные нации начали спорить, кто был на Земле первым. Ну, там разные варианты. Вот мне просто нравится очень это самое. Спорили-спорили разные нации, кто был по национальности первым. Ну, как всегда, англичане, американцы, французы, евреи и русские. Мне нравится просто исключение слова русского. Не, говорят, мы, русские, на Земле появились первыми. Потому что только русские могли сидеть голой жопы на траве и думать, что они правил. Владимир, вы великий мотиватор, да? То есть после вас люди идут, да? То есть действительно идут на подвиги, идут совершать свои поступки, да? Когда вам человек звонит и звонит с проблемой, да? Что вы отвечаете? Как вы направляете человека? Вот он звонит, говорит, все плохо, Владимир, вот это вот это вот это. Как вы вот, как наставник? Ну, это все зависит от ситуации, все зависит от человека, потому что мне, кому человеку, надо просто на самом деле дать готовое решение. А очень много людей, они самые сильные, они сами сильные, просто они просто даже не призывают какие-то не сильные. Вот, они сами могут справиться с проблемой, надо просто подсказать путь решения этой проблемы, и все, путь решения. Вот. И они сами найдут выход, потому что на самом деле каждый раз это индивидуально. Каждый раз индивидуально. Вот. Ну, знаете, просто, ну как, у меня просто была, наверное, такая ситуация, когда один человек мне задал вопрос. Он говорит, Владимир, у меня есть вопрос. Он говорит, давай. Он говорит, он у меня интимный. Я говорю, ну, давай, тогда дождись, пока все уйдут. Все ушли. Он подходит и говорит, давай, я говорю, свой вопрос. Он говорит, там под Москвой, а мы в Новосибирске сидим. Мы сидим в Новосибирске. Он говорит, там под Москвой у меня есть жена с ребенком. И здесь, говорит, в Иркутске я нашел себе женщину, с которой я живу. Я по-настоящему жил. Он говорит, мы думаем об одном, мы говорим об одном. Мы, говорит, живем полной груди, полной жизнью. Что мне делать? Кто вернуться или здесь остаться? Я на нее посмотрел, говорю, а церковь в 17 столетии тоже я развалил. Ну, просто вы работаете с большим количеством людей. Мне очень интересно ваше мнение. Я говорю, я сейчас отвечу на твой вопрос. Я сейчас отвечу на твой вопрос. Но в первую очередь сам себе задай вопрос, почему ты меня это спросил. Он говорит, ну, вы работаете с большим количеством людей. Мне просто интересно ваше мнение. Я говорю, я сказал, я сейчас тебе отвечу на твой вопрос. Но в первую очередь сам себе задай вопрос, почему ты меня это спросил. Что потом было кого обвинять? Потому что на твой вопрос Я тебе отвечу так Какое решение ты не принял Принимая из соображения Что после этого ты мог жить в мире с собой Классно Классно Какое решение ты не принял Принимая из соображения Что после этого ты мог жить в мире с собой Он говорит спасибо Владимир Интересно А я ему дал ответ Вы ему вернули Чтобы он сам проанализировал То есть у него может быть даже уже был ответ Скорее всего у него у самого Конечно, чтобы быть в мире с собой. Я просто дал ему путь решения проблемы. Я ему просто показал путь решения. Прими решение, чтобы после этого ты мог жить в мире с собой. Это как часто? Как часто, когда человек звонит? То есть вот это, вот это. А ты сам как думаешь? А что ты вот по этому поводу думаешь? Он просто так вот так вот так. То есть он, скорее всего, звонит уже. У него есть какой-то уже, наверное, ответ. Когда он хочет подтверждение, наверное. То есть правильно он думает. То есть вот так вот. Светочка, а там, знаешь, там даже еще немножко другой это самое включается, механизм. Дело в том, что это чисто психология. Я могу так по-бодробнее рассказать, если интересно. Значит, смотри. Есть такая пословица «Чужую беду руками разведу». Да. На самом деле чужая беда – это не проблема. Для нас она не проблема. Мы всегда видим решение. Мы всегда можем видим решение, можем посоветовать человеку. В эту ситуацию надо делать так, так, так. Когда мы попадаем вовнутрь этого течения, этого события, это сами, то мы вдруг теряемся. И ой, что делать? Если бы был другой человек, мы бы ему дали совета сразу целую кучу. А тут, когда сами попали в эту ситуацию, у нас сразу стопор. Стопор. Что делать? Все пропало, все пропало. Шеф. Хватай его мешки, вокзал уходит. Вот. Что в этой ситуации можно сделать? Это чисто психологические решения, чисто психологические рекомендации. Просто есть специальные просто такие техники. Называется там «Взгляд с балкона». Знаете, говорят, когда… «Взгляд с балкона». «Поднимись на балкон и посмотри на твою ситуацию, как и чужую. Со стороны. И ты сразу увидишь решение. Потому что чужую бедуру камера заведула». Да, да. Так легче понять решение, да, когда ты… Да, согласна. Здорово. Да, то есть, понимаешь, там получается интересная вещь, что когда происходит какая-то ситуация, то возникает вопрос, кто кого контролирует? Вы ситуацию или ситуация у вас? Очень часто люди, когда попадают в какую-то ситуацию, то ситуация начинает их контролировать. Как вообще управлять ситуацией? Как вообще взять? Чтобы взять ситуацию под контроль, надо выйти из-под ее контроля. Супер. Супер. Классно. Поднялись на балкон, вышли из-под контроля ситуацию, посмотрели со стороны. Ой, господи, так вот же решение. Раз, раз, раз. Класс. Вот. Умение смотреть на себя со стороны, умение смотреть на себя со стороны, как вы общаетесь, какие аргументы вы приносите, как вы себя ведете, как вы эмоционально выглядите, как вы вообще внешне по одежде выглядите, потому что одежда тоже очень важна. Одежда. Почему? Потому что на самом деле, на самом деле, я уже приводил пример, что иногда на человека посмотришь 3 секунды, вот так повернул голову, посмотрел, и уже знаешь, твой человек или не твой. Будешь с ним контактировать или нет, хочешь или не хочешь. Просто посмотрел и отвернулся. Ты посмотрел всего там полторы-три секунды, полторы-три секунды, но ты уже оценил человека, уже оценил даже, пришел к выводу, ну, нравится. Ну, да-да-да-да-да. Что это происходит? Первое впечатление, да, мы считываем, считываем сразу. Дело не в том, что мы считываем, дело в том, что сознательно мы ничего не успеваем, как бы, оценить. Но подсознание, когда мы только взглянули на человека, подсознание за полторы секунды успевает оценить две с половиной тысячи параметров такого человека. Сколько? Сколько? Две с половиной тысячи параметров. Две с половиной тысячи. За полторы секунды вы только посмотрели на человека, вам отвели глаза, а подсознание уже списало две с половиной тысячи параметров. То есть глаза, цвет глаз, брови, губы опущенные, поднятые, улыбается, хмурый, лысый, очкарик. Полный-полный набор, две с половиной тысячи параметров. Во что одет, во что обут, как выглядит обувь, как выглядит вообще, как осанка, как тембр голоса, как все. Две с половиной тысячи, никогда бы не подумала. Просто посмотрели, потом мы отвернулись, а уже две с половиной тысячи параметров уже у вас в голове, и вам уже понятно, этот человек вам нравится или не нравится. Поэтому на самом деле, я сейчас согласен с Василием Куратцовым, который сказал, что одеваться надо красиво, одеваться надо не для людей, для себя. У меня просто, я сейчас, я тоже хочу этот пост, уже написал практически, осталось только выложить его, что встретилась одна женщина, она говорит, вот на пенсию пора уходить, а я не вижу себя бабушкой, в халате, без прически, неухоженная, мятая. Я не знаю, мне надо на работу уходить, чтобы хотя бы необходимость идти на работу, мне заставляло делать прическу, умываться, приводить себя в порядок, губы красить. Я говорю, ну ты знаешь, вообще-то, говорю, это не обязательно на работу ходить. Ну а что, говорит, меня может заставить вот наконец-то просто дома привести себя в порядок? Я говорю, знаешь, были так называемые бабушки дворянского происхождения, которые на самом деле... Аристократ. Аристократ, которые это делали, приводили себя в порядок, делали прическу, одевали нарядное платье, не для людей, для себя. Для себя. Классно. Классно. Владимир, Господи, в каждом слове мудрость. Вы знаете, вот такой вопрос, даже не вопрос. Владимир, вы учитель, учитель для огромного количества людей. Вы смотрите, вы гордитесь своими учениками. Мне хочется просто сказать сейчас, а то у нас, как всегда, эфир неожиданно закончится, это только ограничение по времени. Вы знаете, мне тоже хочется сказать, что я тоже горжусь своими учениками, так же, как вы гордитесь. У нас тоже есть в команде уже такие лидеры, такие, знаете, уже глыбы, самостоятельные, которые сами уже настолько сильны, да? И вот фраза была как-то вами однажды сказана, уже давно-давно это была фраза, тогда я ее ничего не слышала. Какой учитель может себя считать великим учителем, да? То есть, когда его ученики превосходят, да? И тогда я вот не понимала вот этого, да? То есть, это огромное счастье, когда в команде есть уже самостоятельные, сильные, такие глыбы, лидеры. В нашей команде тоже есть такие лидеры, я хочу озвучить, да? Потому что вы гордитесь своими учениками, у нас плеяда огромная, по всему миру, кто нас сейчас смотрит, наверное, не знает, что помимо России у Владимира тут-то целые плеяда, топ-15, 90% это люди Владимира, Танилы Полежаевой. У нас есть лидеры, это Наталья Эдуард Васильева, это люди, которые сейчас закрывают самое высокое звание вообще в России, ребят, давайте-то мы поздравим, вот буквально через несколько дней они закроют это звание, это высокое звание, золотое исполнительное, ребят, 3 миллиона чек, то есть это только чек, помимо зарплат, это очень сильные люди, у них огромная структура, мы гордимся этими людьми. В нашей команде есть люди, кто бриллиантовые, это Михаил и Даша Алянкины, то есть это люди, которые абсолютно самостоятельные, молодые, амбициозные ребята, мы просто поражаемся, как они, где они берут силу вообще, насколько они, вот вроде девчонка худенькая, но вот такие вроде, и вот такая мощь просто, то есть поражаемся просто, гордимся. У нас есть Калининград, это Алла Егорушкина, это открытая блянковая калининград, просто мы поражаемся тоже вот далеко, а спонсоры далеко, то есть доставка, то есть вообще они первую доставку, на вторую неделю получают каталога, представляете, первую доставку, и эти люди сейчас работают, и там такая плеяда звезд. Владимир, я вам очень благодарна за вот этот посыл, который вы даете, посыл лидерства, потому что все эти люди, мы и все, кто хотя бы раз вас слышал, говорят, ё-моё, то есть вот оно оказывается вот так, да, и даже вот сейчас, вот я знаю, что есть люди, которые не имеют отношения к Арифлейм, на сегодняшнем прямом эфире, каждое ваше слово, это мудрость, потому что вы великий, великий наставник. А можно я задам вопрос, Владимир, да, я тоже к тебе присоединяюсь, мы учимся, больше половины моей жизни, тоже я в Арифлейм, и, конечно, ваша семья очень повлияла, я всегда смотрела, какие у вас отношения с Маргаритой, со Снежаной, они всегда для меня были примером, рады, что мы вместе выросли в компании. Владимир, у меня такой вопрос, каково нести первенство, первенство страны, первенство своей компании на мировых площадках, вас чествовали на самых значимых площадках, вы встречались с королевой, мы можем это прочитать в ваших постах, ну, то есть даже сейчас можно даже не тратить на это время, потому что это каждый пост ваш посвящен этому. Каково это быть номер один? Владимир? Ну, вы знаете, на самом деле, иногда разбирает от гордости, потому что на самом деле, что мы это сделали, вот, причем на самом деле, как бы, там я очень часто приводила слова Екатерины Второй, которая говорила, что все, что я делаю, я делаю во славу России, слава России и моя слава. Вот, и причем каждый раз она говорила, что, ребята, то, что я здесь поднимаюсь на сцену, вот, корпирую результат России, подиночку я это не сделала, это заслуга всей России, это заслуга всех наших директоров, поэтому каждый директор свою лепту внес для того, чтобы я стоял на сцене и весь мир мне аплодировал стоя. Это круто, это круто, потому что, на самом деле, я очень часто думал, как себя чувствуют люди, которые с гордостью носят вот эту вот форму сборной СССР, у которых на груди было написано СССР. Вот как они себя чувствуют, как они себя чувствуют, когда поднимаются на сцену, когда в их честь играет гимн, когда весь зал встает просто слушает этот гимн. Сейчас мы это дело почувствуем, это круто, ребята, это очень круто. Круто. Желаю вам тоже подниматься на сцену, в вашу честь играл гимн, это возможно. И это супер, Владимир. Система признания, это, конечно, да. Самая важная награда, в рекламе называется, имя имени Танила Борежа. Да, да, сам папочка подсказывает, что самая важная сейчас награда, это награда имени Танила Борежа. Самая важная премия, да, то есть, которая... За значимые заслуги перед... За самые значимые заслуги перед компанией. Каждый год. Премия имени Танила Борежа. Кто, может быть, не знает, друзья, то, что каждый год самого-самого достойного лидера компания награждает вот такой вот знак. И в центральном офисе в Стокгольме, мы были в центральном офисе, есть огромная такая стена, и этот стенд, да, каждый год вот это вот... Это очень гордно. У нас живут слова ваши, слова Танила. Мы просто наши ангел-хранители, конечно, мы всегда думаем, а как бы Танила? Что бы она сказала? Она как женщина мудрая, красивая, то есть... Это наш... Она постоянно с нами, то есть мы... Как Танила сказала, в своих презентациях я часто цитирую Танилу, очень часто, да, потому что сейчас... То есть она в наших сердцах, она всегда, да, то есть мы... Поэтому то, то, что вы создали, эту империю успеха, не был бы Арик Лентин тем, кем он сейчас, если бы не ваша семейная пара. Мы очень рады, что сейчас Снежанов вместе с вами, что... Давайте Владимира поздравим с рождением второго внука. Да, друзья, знаете ли вы, что Владимир дважды уже дедушка, давайте просто похлопаем. Аплодисменты ритуальные. Маргарита, Лёша, вообще... Да, да. На день седову Валентина подарили. Подарок. Спасибо им большое, потому что на самом деле... Причём и у Маргариты, и у Снежаны в апреле день рождения тоже. Да. Третья, восьмой, всегда я помню. Тройка и восьмёрка. Да. Вот, и сейчас вот просто растёт маленький Владимир. Маленький Владимир. А сколько уже... А Владимир сколько уже? 14-го числа будет два месяца. Да, это очень трогательный. Классно. Классно. Очень трогательный на самом деле. У такого дедуша сколько мудрости он передаст. Сколько мудрости, сколько... Ой. Сейчас только я у него учусь пока. Только пузырек. Да. Потрясающе, потрясающе. Так что мы ещё успеем. Вот знаете, сейчас многие смотрят и, может быть, их не первый раз зовут в Арифлейм. Вот хочется от вас. Вот первый результат Арифлейм мира. Владимир, какие перспективы компании Арифлейм сейчас? Если сейчас человек придёт и начнёт заниматься. Скажет, вот давай. Да, ребята, знаете, нашли спасибо. Хороший вопрос очень. Потому что на самом деле очень часто люди говорят, значит, уже поздно, там только первые зарабатывают, потому что на вершине пирамида. Я говорю, ребята, я не знаю ни того человека, которого эту пирамиду бы назначили. Потому что, опять, наша работа заключается в создании этой пирамиды. Вот. Причём, на самом деле, это не бизнес первых, это бизнес умелых. Очень много людей пришли в Арифлейм даже раньше нас. Утомилась 70-й номер на фирме. А где остальные 69 человек, которые пришли ещё раньше? Причём мне говорят, о, это Россия. Я говорю, не Россия, только это Москва. Он говорит, ну, это Москва. Я говорю, ну, ребят, если бы достаточно для того, чтобы быть первым результатом мира, достаточно быть просто москвичом, то вопрос, а где все остальные москвичи? Вот. То есть, это не бизнес первых, это бизнес умелых. Вот. И на самом деле, тут нету папы, нету мамы, нету блата. Здесь всё заключается в вашем личном. Просто очень хорошая как бы проверка на вшивость. Так, у меня уже у денег зазвенело. Скоро при конец эфира. Скажем. Да-да-да, скоро, да. Чё-две минуты у нас есть. Значит, на самом деле, это не бизнес первых, это бизнес умелых. Потому что, на самом деле, те люди, которые были раньше нас даже пришли, которые пришли в 96-м году, месяц, после нас, их уже в Эриклэме давно нету. И практически сейчас только появляются люди, которые только сейчас начинают свою работу в Эриклэме, только сейчас начинают свой практически вертикальный взлёт. Почему? Потому что сейчас, когда люди приходят в этот бизнес, им легче. Они уже знают особенности, они знают, они владеют нашей помощью, нашими подсказками, нашими методиками. Они знают, вот сюда не ходи, сюда не ходи, здесь ходи, снег упадёт, там, башка на голову. Вот. То есть, вот я уже просто приводил пример с Арбинкой, что над вами вот такая гора спонсоров, которые заинтересованы в ваших результатах. Почему заинтересованы? Да потому что материально заинтересованы. Потому что если у вас, вы заработали тысячу рублей, мне платят 5%. Если вы заработали тысячу долларов, мне платят 5%. Если вы заработали 10 тысяч долларов, мне платят все те же самые 5%. То есть, чем больше вы зарабатываете, тем выгоднее человеку, выгоднее помогать. Вот, ребята, значит, то есть, на самом деле, сейчас самое время приходить в Reflame, потому что, во-первых, время кризиса это время перемен. И даже китайцы говорят, что чтобы ты жил во времена перемен, потому что у них веет. Да, 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 да. Кризис состоит из двух. Опасность и возможность. Все новые состояния были сделаны во время кризиса. Именно во время кризиса происходит взрыв работы всех сетевых компаний. Почему? Потому что люди теряют работу, люди теряют доходы, фирма закрывается, банки лопаются. Люди ищут дополнительные источники для финансирования своей семьи и в результате они приходят сетевой маркетинг. Почему они приходят в Amway, почему они приходят в другие компании? Потому что вы их не пригласили в Reflame. Ребята, я вас благодарю за эфир. Мы вас очень любим. Владимир, спасибо огромное. Гордимся и любим, друзья. И следующий эфир, Владимир, вы позволите, я скажу, да? У нас будет следующий эфир в следующее воскресенье. Спасибо. Все, спасибо огромное. Вас очень любим и хотят, чтобы... Ребята, те вопросы, которые сегодня прозвучали ответы, они будут продолжать беседы регулярно в режиме. Все. Здоровья вам, Владимир, здоровья. Завершить, завершить, я завершить. Как сохранить? Сохранить, как сохранить? Завершить. И там поделиться и стрелочка внизу. Завершить? Завершить. Завершить. Завершить.